Добрый день! В иврите относительно мало слов иностранного происхождения, но тем не менее они есть. И мы сегодня запомним одно простое правило, которое поможет вам в будущем произносить слова иностранного происхождения во множественном числе, так как их произносят израильтяне в обычной речи. Правило простое. Ударение в словах иностранного происхождения во множественном числе не падает на окончание. И сейчас несколько примеров, потом еще будут исключения, их немного. Я беру слово банк и во множественном числе, как сказать банки, банким с ударением не на окончание, банким. Я беру слово танк, как сказать танки, танким не на окончание ударения. Все просто, правильно, чтобы мы не путались. Я беру слово парк, как сказать парки, парким мы прибавляем соответствующее окончание им. Обратите внимание, еще это не имеет отношения к теме урока, но в слове парк принято писать букву алиф. Если я напишу слово парк без буквы алиф, то на иврите мне захочется прочитать его как перек и во множественном числе как проким. Перек это в том числе глава, раздел в книге. И можно просто запутать читателя, если мы неправильно напишем. Я беру слово трактор и, чтобы сказать тракторы, я скажу трактор им. Трактор, трактор им. Я беру слово студент. Нам перевод не нужен, правильно? Слова иностранного происхождения. Во множественном числе студентим, студенты. Я беру слово студентит. Здесь уточнение. Это студентка. То есть мы прибавили к слову иностранного происхождения евритское окончание it. У нас получилось студентка. Студентит. Чтобы сказать во множественном числе студентки, я скажу студентиют. И обратите внимание, ударение не падает на окончание от. Окончание множественного числа. Слово чипс нам понятно. Во множественном числе, если имеется ввиду несколько кусочков этого картофеля, это будет звучать как чипсим. Чипсим или может быть разновидности чипсов. Чипсим. Ударение не падает на окончание. Я беру слово пицца. Во множественном числе пиццот. Ракета. Во множественном числе ракетот. Не ракетот. А ракетот. Слово паста. Паста это лапша, вермишель, макаронные изделия. Так в общем. Паста и также блюда из макаронных изделий. И во множественном числе название этих блюд всецело. Пастут. Не пастут. А пастут. Все просто. И мы дошли до исключений. Исключений очень мало. Но они есть. Например, слово университа. Нам понятно. Университет. И во множественном числе принято говорить университа от. Университет. Почему-то еще в окончании появилась буква Алиф. Как будто бы это слово как бы из арамейского языка. Я не знаю почему. Выбран такой вариант из какой-то древней формы существовавшей. Я беру слово театрон. Обратите внимание. Не имеет отношения к теме урока. В слове театрон. Можно писать с буквой ют. После буквы тав. Можно писать без буквы ют. Чаще встречается в современном языке уже написание с буквой ют. Театрон. Театр. И во множественном числе театраут. Опять мы здесь столкнулись с окончанием. Где появилась буква Алиф. Используется какая-то древняя форма. Множественного числа. Таких исключений очень мало. И как бы вычислить заранее невозможно. Придется запомнить эти слова отдельно. Когда они нам попадутся специально. И разыскивать их. Запоминать я не рекомендую. Когда мы столкнемся в тексте. Тогда и запомним. Я надеюсь что это было не сложно. Понятно. Практично. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах. Подписывайтесь на мой канал. Задавайте вопросы на интересные вопросы. Я с радостью отвечаю. Ли Траут. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ли Траут. Продолжение следует...